Салим Семей Салим Семей Салим Семей Салим Семей 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 Я делаю эти бухгетты в видеоролик, которые используются сухофрукты и шоколад, клубнику, да? Нет, клубника в шоколаде. Артурлы, тағамдарды мы делаем эти бухгетты. И это зависит, например, клиент сам говорит или на ваш вкус ориентируется. Например, что нужно для того, чтобы сделать бухгетт из сухофрукта? Мы видим на экране, да? Мы делаем финике в шоколаде. Клубника финике в шоколаде. И мы делаем финике. Мы делаем финике. Финике нет. Королевский финике. В основном, миндаль. Не может быть кешу. Жаннахтары жаннете сыртында адам мағзасына еш зияны тегізбесін деп натуральный шоколадтан жасаймыз. Уштырлөзаттым күралган. Замечательно. И идет. Вообще, вот, сколько времени уходит на изготовление одного букета? 30 минут. 20-30 минут жасаймыз я. И вы сами видите, да, он, например, большие такие. Мы видим ассорте, это живые розы плюс вкусняшки. Да. А вот, допустим, вот идет процесс изготовления букетов, который сейчас у нас в студии находится. Это вы нанизываете на специальные, да, вот палочки, да, деревья? Да. Шпажкалармыз бар. Шпажкалармызға. Арная колданатның шпажкалармызға. Сухафрукталармызға салып. Шпажкалармыз бүкет салып. Шпажкалармыз бүкет, салып. Шпажкалаармыз бүкет. Ақұна, бүкет бүкет еркілпселекті. Остаңның еркілінді еркөмінді. Адаңдарпэкөіні жасайны. Күрсен, жасайның бүлсенге. Салып, дейгін жасайның үнкләнгі. Теген мастер-классыға күрді. Ну и потенциальные клиенты могут посмотреть, какие букеты есть, как изготавливается это. Мы видим, дорогие телезрители, очень красиво. Сейчас это актуально, не просто букет цветов, но и съедобный букет с вкусняшками. Я показываю Инстаграм, где Рейлстар дам, кележатор, оснаю Арасна Рейлстар, да, все время, а Ржа Агнануизм дадам там, да. Клубников шоколады, да, здесь разные шоколады. видим есть просто клубника клубника в шоколаде и шоколад какая и цветы а раз да вот посмотрите один лепка сжат лапша сапперинс даже гладу конкурный шашин на стола суту он добывал киркин страна стояду эти танмал жанна тютки не жаслама сперва никого не сисел хавер ну а допустим сколько в день у вас заказов день неделя вот так вот как это вот видео консайен и куша коз к жайген дернузды киде бур полной голы егенде брызаказ был негази екса коз но я кише миром кезинде енді айта майн ассо оком да ты санула мое да ну в связи с какими-то праздниками естественно увеличивается а я я надела но вы сранцы не делаете то есть вам никто не помогает никто не помогает я декретте оторган аналар айтат нам ищите негур панзар джасан зармен кшкентай улбрана джа гола спальга марселем тарт уже цеда сонда джан таласы жас обжатом индуйзмен айтос сала а димы прям медитация кунин тунш талп к штук колосно сын джаса санья то есть идет процесс вы закупайте продукты нужны вот это все закупается все да вот и украшения все аксессуары которые там он болган акина рене и сорт нурабжу верем из клиентки шан кукумут спесен деп тамаша жалко жим стим делать в жата слою бала шахтабр били бар команда топ-турам жим сте у этого арма арене он бар ларман ой добар максат алда барлы но я думаю обязательно конечно вам нужно расширяться эти планы на будущее дорогие телезрители у нас есть звонок в студии я думаю что семичане заинтересовались и доброе утро салиме цитарма я арене по клубнику шкаладе нын бар сағатын и шынде одема букет копчаса берем сергей алналы тапсырс персензер арене олянып кайлайнан одема булатын барлыган кара коров жасап койм негзи бар сағатын и шынде часа берем это такой 1-1 клубникан бағасы алт жүз бен жет жүз дүн ортасында клубнику шкаладе это вот вот такой букет да это один штук это ага а если вот сухофрукты вот такие уже побольше я был сухофруктам без без маннан о них маннан аргала адамнарн бюджет тарна карай джасай в рэмис есть маленькие есть большие колем негарай сухофруктам вы можете добавить только сухофрукты или там как вот идет да симбиоз булама ягни баған аргаластры муж какая-то я арене на узы букет нызге хораса айте бар шкалат да бар а вот мы видим да вот они делитесь здесь прям ассортив я а идея келет маа и конечно же соответственно и цена высока потому что здесь все есть и кубат сухофруктылардан джасал ван жанде тумбат шкалаты да костым а деми барын шаде мүгл қасағатырсонын да пайдалы атер мүгл мүрінің әрінің үтігі әрінің үхін жақgiving ларған аргала сақатыр менің жақырландарған әрінің 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 үмкен Вамшан фантазия менша үхін Talksoол жақырмасаға мүл үші. Баға үші, түрмніңдерің. Ну, вы сказали то, что вы начали заниматься, когда сидели в декрете, то есть увидели, и всем, кто вот мамочкам, кто сейчас сидит дома, да, вот с ребенком, да, в декрете, вот, что вы посоветуете? Не бояться начинать, да, потому что вот многие, что-то вот у них есть какой-то талант, но люди, что-то им мешает, вот, бояться начинать такое дело. Я, арене, аргумде, казменен курс сурап жатат, жас келіншектер, ослайна, 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 қорқам, конкуренттер, өте көп, қалайна, деп, эні мен айтын келет, қорқпаныздар, жасаныздар, әр адамын өзінің месебесі бар, жұмысысыстыңызды, жақсы, нақты, адемы ғып жасасаныз, клиенттер өзіне нағыз келеді, қорқпаныздар, жасаныздар, мен деде басында болмады, талай, выгаране да болды, бірақ сонда да шығанда нетпедім, түсіпедім, өзімді алдыға ғарай жүргізе бердім. То есть, вы можете и мастер-классы, и обучение да проводить, уже интересуется, да? Да, да, онлайн түрде, және оффлайн түрде мастер-классын бар, я. Жүргізе үшісіз. Я, өзім жүргізе. И вас могут найти по вашей инстаграм странице, да? Я, менің лимонка семей парахшасынан тапсындыз гарба түрде. И сал парахшада барлық ақпарат берлетін болады. Лимонка семей парахшасы. Тамашан, олса салак келер алдында, өзімізде, біне сабақтар курс тары арқылы үріндіңіз бі? Я, видео сабақтар арқылы үріндіңіз. Азыр, өзіміз өзімізі көрсдар, біне сабақтарды үріндіңізді. Как Вы делаете? Я покупала видео-пай, я не покупала в арзе, потому что я покупала в арзе. Я покупала в арзе курсы, но я не знаю, но я не знаю. Я не покупала в инстаграме, а я не покупала в арзе. данная сфера актуальна? Сказало ли на эту сферу? У меня есть стильные стильные стилы, и я могу сказать, что все есть в правах сферы. Я говорю о том, что все знакомы, но я так же не знаю. Ну и конечно же, я думаю, а Инстаграм, кстати, вы ведете сами же? Все фотографии, все видео, все клиент может вам написать, вы сами отвечаете, сами изготавливаете, все сами. Д mindsets, это очень прекрасно. Как ты сейчас или нету, мы говорим об этом, чтобы просто сходить и заработать, потому что вот в Инстаграме некоторые им не только заработал, но я думаю, что сегодня всеum это будет очень хорошо, а потому что в планах, наверное, вы уже задумаетесь, да? Чтобы посмотреть, чтобы с помощью помощников или сегменты расширить свой бизнес. Я не обучаю, так что я князь для книг, когда князь есть книги, я не знал, я не знал. Но практически всегда много, князь, князь, дескнят, студия, я не знал. Это замечательно. Такие планы на будущее. Дорогие телезрители, весь первый час мы посвящаем такой вкусной теме, прекрасной. Вы видите, что у нас эфир и студия украсилась. Мы рассказываем об актуальности фудфлористики и то, что можно прекрасно не просто шоколад в коробочке подарить для своих любимых и близких, а можно заказать у замечательной Зухры. У нас в городе есть такой мастер замечательный, которая сама же ведет свой Инстаграм, сама изготавливает и делает такие прекрасные букеты. И видео мы посмотрели. То есть в Инстаграм страницу Зухры можно найти ее в Инстаграме, зайти, посмотреть все ее работы воочию, фотографии, видео. Еще раз повторить Инстаграм, я думаю, для телезрителей будет интересно. Лимонка семей Парахшаса. Да, все там сможете найти. Замечательно. Дорогие телезрители, сейчас к вашему вниманию наша традиционная рубрика «Интересно знать». Наша маленькая коллега Илария подготовила интервью с преподавателем по вокалу. Давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Илария Лупинская, и эта рубрика «Интересно знать». Как вы знаете, голос – основной инструмент для общения и связи с миром, и абсолютно каждый человек владеет голосом, из которого можно воспитать красивый вокальный тембр. Так ли это? Давайте узнаем. Сегодня у меня в гостях Айнура Жамаканова, преподаватель вокала «Целитель голоса». Здравствуйте. Легко ли научиться петь, и любой ли может это сделать? Ну, смотрите, в силу своего стажа и своей практики я могу сказать следующее, что научиться петь, конечно же, не так легко, но можно, и может ли научиться каждый, то да. Просто, скорее всего, по времени, то есть на каждого это индивидуально, и сколько понадобится времени, дабы научиться правильно пользоваться своим вокальным аппаратом, правильно интонировать, чтобы была максимально хорошая интонация, для этого, конечно, нужно определенное время. Сколько его понадобится, это для каждого индивидуально. Но в целом, да, научиться можно. А если нет слуха, например? Ну, если мы говорим о музыкальном слухе, то музыкальный слух можно всегда развить. Для этого есть определенные распевки, для этого есть специальная методика, по которой, конечно же, мы занимаемся, соответственно, после уже получаем то самое развитие, которое нам важно и нужно. Как заботиться о своем голосе и развивать его? Заботиться о своем голосе, ну, в первую очередь, это, в принципе, как и для нашего тела, для нашего организма, не перехлаждаться, стараться не заболевать, потому что даже нездоровый сон, неправильное питание, не совсем правильный, скажем так, образ жизни, он влияет на наши голосовые связки, на наш голос, да. Поэтому, соответственно, это здоровый сон, это правильное питание, это занятия спортом, это не перехлаждаться, всегда быть в сонуще и всегда быть в отличном настроении. Есть ли определенные диеты, что нужно пить или есть, а что категорически нельзя? Так, ну, что касаемо именно еды, то здесь, в первую очередь, есть такие моменты, как горячее, слишком холодное, слишком соленое, либо слишком сладкое, да, то есть все эти нюансы, они тоже дают о себе знать. Соответственно, уже из этого исходя, нужно понимать, что в питании есть какие-либо ограничения. Ну, в особенности это наверняка касается тех, кто готовится к какому-либо конкурсу, выступлению, в такие моменты обязательно нужна четкая диета, да, то есть соблюдение всех этих правил. Конечно же, газированные напитки, их тоже нельзя пить, да, в особенности перед вокалом, да, занятиями. Кириешки, чипсы, то, что вот наши орешки, да, они на самом деле тоже влияют на нашу слизистую и на наши голосовые связки. Подскажите, как разбудить свой голос? Может, есть какие-то секреты или упражнения? Ну, наверное, это для каждого индивидуально, у каждого есть свои особенности, вот. Ну, например, я разогреваю свои связки, разговариваю шепотом, потому что вообще наш звук – это наше дыхание, сила звука, да, это за счет нашего дыхания, за счет нашей опоры. Соответственно, постепенно-постепенно усиливая наше звучание, да, поток воздуха, таким образом мы постепенно прибуждаем наши связки. Но еще есть такой нюанс, что когда мы просыпаемся, наше тело просыпается в первую очередь, и только спустя часа полтора-два просыпается наш голос. Как вы относитесь к современным певцам и вокалистам? У всех ли есть голос? Правильно ли они поют, или это не важно? Так, ну, что касаемо… Здесь такой вопрос, на самом деле, двоякий, потому что это, опять-таки, вещи индивидуальные. Я не могу кого-то осуждать, да, правильно ли поет или неправильно, потому что даже манера пения или жанр, в котором ты исполняешь и поешь – это все индивидуально. Кому-то очень нравится свой стиль и своя манерность, кто-то этого не особо любит. Поэтому то, что вот сейчас поп-музыка, популярная музыка, есть, конечно, такие песни, которые в действительности мне заходят, меня цепляют, мне очень нравятся. А есть, конечно, какие-то такие песни, которые, ну, не особо, но и на них есть свои любители. Как выработать свой вокальный стил? Стиль. Ну, смотрите, что касаемо вокального стиля, для этого, наверное, нужно понимать, насколько ты можешь при своем стиле показать тембр голоса. Потому что стиль, манера пения, да, она подбирается, опять-таки, индивидуально, и для того, чтобы раскрыть себя полностью, то есть показать все свои вокальные умения, раскрасить, то есть окрас своего тембра, да, максимально, те же самые нотки, которые мы можем брать высоко и также низко. Все это индивидуально, поэтому для каждого манерность своя. Какой жанр самый сложный в исполнении джаз, народной песни, эстрада, опера и почему? Ну, я скажу честно, я преподаватель эстрадного вокала, да, что касаемо народников, джаза и всего прочего, я конкретно сказать не могу, поскольку джаз я сама лично не пробовала, я знаю вокальные определенные фишки джаза, но сказать о том, что вот какое-то из максимально сложное, ну, я в этом затрудняюсь ответить. Ведь каждый из них, вот в каждом жанре, в каждом стиле есть свои трудности, то есть, опять-таки, да, это какой период и какое время нужно для наработки данных умений, это технические, да, это обязательно, конечно же, наше дыхание, да, то есть умение управлять и так далее. Поэтому здесь у каждого по-своему. А вы сами никогда не мечтали о большой сцене? Ну, я, наверное, в своем далеком детстве когда-то, может быть, и мечтала, у меня было такое видение, да, большой сцены, выступления. Я помню, был такой момент, когда вот только-только начался X-Factor конкурс, да, это, я даже не припомню, сколько мне было тогда лет, но, наверное, я была подростком. И вот тогда, видя, как это круто и как классно по телевизору все проходит, то, конечно, да, мне бы хотелось тоже оказаться на большой сцене. Что касаемо данного момента, то, в первую очередь, для меня очень важная цена, чтобы мои воспитанники оказались на такой большой сцене, и у них все получилось именно так, как они этого захотят. Расскажите о ваших планах на будущее. Бешеные планы на будущее. Ну, на самом деле, что касаемо планов на будущее, если касаемо вокальной части, да, то есть моих занятий, моего роста, то, соответственно, конечно, хочется побывать на всех масштабных конкурсах, хочется показать, какие крутые и классные наши воспитанники. Хочется расти, недаром говорят, век живи, век учись, я считаю себя профессионалом, но даже будучи профессионалом, я также выращиваю свои навыки больше и больше, обучаюсь, рассматриваю какие-либо методы определенные, да, потому что для каждого ученика все индивидуально, и, соответственно, это очень важно все подобрать, чтобы твой рост и рост твоих воспитанников не останавливался. Поэтому, ну, вот так, как-то так. Спасибо вам за интересную беседу, уважаемые зрители. С вами была рубрика «Интересно назвать» и ее ведущая Илария Лубинская. Увидимся в следующих выпусках. Да, огромное спасибо нашей маленькой коллеге Иларии. Дорогие телезрители, приближается прекрасный женский праздник 8 марта. Я думаю, то, что все мужское население нашего города задумывается уже, что же подарить своим прекрасным дамам. И для этого вы можете найти в Инстаграме адрес лимонка семей, прекрасная наша мастер, фудмастер Зухра вам, вас посвятит, осветит, расскажет и предложит вам на любой вкус и цвет прекрасные букеты. Ну вот, Зухра, о ценах еще раз, если подробно расскажете, почему именно то или иное изготовление букет стоит именно так-то, так-то. Туда же входят же, это все рассчитывается. Нашим, да, Симичанам объяснить, потому что, когда они спрашивают о ценах, у них вопрос возникает. Я, арене, первое, букеттың бағасын есептеген кезде, ол біз көлем жағына ғараемыз, арнайы сантиметрмен өршей баламыз. Жанеде, күрамына қосылған сухофруктыларын бағасына сай етіп баға көямыз. Я, арене, оған өзімнің жұмысынды, әліуге кеткен сұртындағы ұпақ қоқтыларын бағарлығын есептеп, бір баға шығарып клиентке сататын боламыз. Я, арене, инстаграм арқылы тапсыстартық қалып дайыстеп, таныстыр жатырмыз ойынды. Оз солы да, өзі де белі бір стандартты түрде дайындалып қойған таварлар бар шығариял. Осындағы бағада, осындағы әліумен, осындағы үшінде жалпы ингредиенттер бар деп. Я, арене, инстаграмыңға кірп көрсе барлық бүкет өзінің бағасы мен, жанағы көлемімен барлығы ақпарат жазылған. Әрі фотоңын астында бүкетін ақпараты жазылған кірпісті. Деген менде бірақ жалпы тапсыршы аса болтыған адам өзге талатын шығариям, белі-бір өзгер сенгізіп, ұнаны қоспак өрсек, ұнаны құлай жасы сақты ең сияқты өзінің құсынсарынақталадығығы? Я, Арине, был клиентом, который был в Альцахе. У меня была упаковка, у меня есть идеи, мы с вами были идеи. Я, Арине, была. Хорошо. Вот я сказала про 8 марта. Насколько в этот день, я думаю, клиентура, наши мужчины начнут и звонить, и писать, и спрашивать. Я думаю, на 8 марта данные букеты, они очень даже кстати, это хороший подарок. То, что сейчас мы видим у нас в студии, дорогие телезрители. Я думаю, что будет сейчас этот первый час очень интересный для семейчан, потому что они уже задумываются, что же мне подарить. Вот приближается уже совсем скоро, время так как летит. Поэтому вы можете посмотреть вот на экране у нас адрес прекрасной Зухри, ее инстаграм. И, конечно же, могут позвонить на телефон. Какой Зухри? 8775, 462, 4486. Замечательно. У нас с вами есть с нами. Не знаю, сколько встал, есть ли у нас у нас, а я так не знаю, что это такое. Кто такие же различные тапсырысти в федеральном стране? Да! В прошлом году уже были много тапсырыстов. Тапсырысты были очень-очувствием. Все эти работают в азимных грузов. Это был один из-за людей, которые были наART. В 27 марта, это было очень-очувствием. Замечательно. Дорогие телезрители, весь первый час мы посвящали прекрасный Зухреев, утваристу, ее работе. И воочию увидели, какие же букеты вы можете заказать. Я думаю, что на все праздники. Это и Новый год, и День влюбленных, и 8 марта, и Дни рождения. То есть все-все-все праздники. Такой подарок не будет лишним. А наоборот, к столу будет кстати. Поэтому звоните, пишите по номеру, на инстаграм-страницу. Находите. Сейчас современное время. Все мы находим в инстаграме. И прекрасный Зухру найдете, я думаю, 8 марта. Огромное спасибо за участие в программе. За то, что вы рассказали о своей работе. Это очень приятно, что у нас в городе есть такие замечательные мастера, кому можно обратиться за удивительным, универсальным и необычным подарком. Дорогие телезрители, желаем вам успехов только творческих, большой клиентуры. И, конечно же, я думаю, что и будет дальше развиваться, и будет актуально данная сфера в нашем городе. Какие пожелания от вас телезрители? Дорогие телезрители, желаем вам успехов только творческих, и будет дальше развиваться, и будет дальше развиваться. Итак, весь второй час мы посвятим очень актуальной теме на сегодняшний день. Второй час у нас будет состоять из двух частей. Первая часть у нас посвящена бытовому насилию и безопасности в школах страны, и, в частности, в школах города, области нашей. Итак, более подробно нам расскажет об этой информации Боржан Садахпаев, заместитель начальника управления местной полицейской службы. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы говорим о безопасности наших детей, безопасности в школах. Далеко не будем ходить. Ситуация, произошедшая в городе Петропавловске, очень ужасная, я думаю, что, да, все родители, конечно, были в шоке. Насколько безопасность в школах города на сегодняшний день, вот как организовано в нашем городе, вот, камеры видеонаблюдения, да, сколько их количество, вот. Хотелось бы отметить, у нас по области Абай имеется 304 среднеобразовательные школы, где у нас обучается более 100 тысяч учащихся, где созданы все условия для безопасности наших детей. Установлено более 8 тысяч камер видеонаблюдения в этих 304 среднеобразовательных школах, которые также более 2000, если быть точнее, 2673 камеры, они выведены в Центр оперативного управления, это по городу Семей, управление полицией города Семей, Центр оперативного управления, туда выведены данные камеры, которые отслеживают наши инспектора видеонаблюдения, которые смотрят за порядком в школах, также ведется фиксация. Что хотелось бы сказать о также безопасности дополнительно, у нас заключены в наших среднеобразовательных школах более в 100 школах договора с частными охранными организациями, которые осуществляют охрану. Имеется более 500 физической охраны, которые осуществляют охрану. 239 установленных тревожных кнопок, которые выведены в охранные фирмы, в случае чего они прибывают незамедлительно по сигналу. Также оснащены турникетами среднеобразовательной школы, 103 школы оснащены, металлодетекторами 64 среднеобразовательной школы оснащены, где местными исполнительными органами и департаментами полиции ведется тесная работа по именно созданию условий для безопасности наших учащихся в среднеобразовательных школах области. Да, я думаю, то, что на сегодняшний день безопасность в школах настолько, да и вообще всего города, да, его внешняя составляющая, на сегодняшний день очень актуальная тема, и это очень нужно для нас, для наших детей, для нашей безопасности. Мы видим, что творится в стране, и мы неравнодушны к этому, поэтому в безопасности привлечены все, и полиция, и школы, да, и отделы, да, специализированные нашего города. Вот, что касательно бытового насилия, ну, тоже тема, да, не последняя. Да, актуальная тема. Проблема бытового насилия не только в Казахстане актуальна, она во всем мире актуальна, полиция, сотрудниками полиции принимается ряд комплексных мер по профилактике недопущения бытового насилия. Однако, согласно статистических данных, у нас более 3,5 тысяч сообщений поступает ежегодно о фактах бытового насилия, где хотелось бы отметить, что потерпевшие, то есть, в основном это являются женщины, они отказываются от заявлений, либо примеряются в судебном порядке к своим дебоширам, как бы можно сказать, семейным агрессорам, что связывает руки полиции. Но, однако, нами принимается ряд мер, это как, начиная от профилактических бесед, привлечения к административной ответственности, уголовной ответственности, в связи с чем, в 2009 году был принят закон о профилактике бытового насилия, где предусмотрен ряд мер ответственности, где полиция в отношении семейных дебоширов, агрессоров выносятся защитные предписания, устанавливаются особые требования. Хотелось бы сказать о вынесенных защитных предписаниях, где запрещается каким-либо контактировать с потерпевшей, вести устные, телефонные разговоры, это беседы. По инициативе органов внутренних дел мы направляем в отношении дебоширов ходатайства, установления особых требований на запрет, также посещение, вплоть до запрета употребления спиртных напитков даже дома. Ряд мер принимаем. Хотелось бы отметить, что в конце января текущего года департаментом полиции и местными исполнительными органами, то есть областным акиматом, был подписан меморандумом открытия кризисного центра для жертв бытового насилия, который будет функционировать, надеемся, положительно повлияет на обстановку по бытовому насилию. Что касательно статистики, вот за прошедший год и вот этот год, год начался, идет. Несмотря на снижение фактов бытового насилия, нами ведется профилактическая работа в этом направлении по недопущению. Было вынесено, что сказать, в январе месяце было привлечено более 150 лиц к административной ответственности за противоправные действия в сфере бытовых отношений. Было вынесено более 200 защитных предписаний в отношении агрессоров. 76 было установлено особых требований запрет посещения, также в том числе на употребление спиртных напитков. Все начинается в конфликты в семье, либо какой-то недостаток финансовый, либо употребление, злоупотребление спиртных напитков. На фоне этого конфликты начинаются и дальнейшее уже бытовое насилие, то есть как могут телесные повреждения нанести, также и более тяжкие до последствия. Индусный жадалар болуған кезде, яния, тұрмыстығы зомбылық жадайы болу жатқан кезде, жалпы, кенестеріңіз болса, тұрғын не істеу берек? Мүмкін, полиция қызметкеріне білден, хабар салу берек, шыға, шайтырсыңыз? Біздің полиция қызметкерлеріміз күнді түсіндіру жұмыстарын жүргізет, ондай факттілер болуатса, тұрмыстығы зомбылық, 102 каналына хабарласуңыз керек, ол қалмау керек, ондай факттілер, полиция, қызметкерлері әр фактке шара қолданат, 110 каналы әріп әріп қызметкерлері қызметкерлері әріп қалары өп әріп үріп Қағыз бір шариянген, бір жәйліп ерседі атлайптіпябарт жұмыс қаз тырыпENT жазылған қабарласуға болады керек қабарласуға проек қueller Да, дорогие телезрители, 1-ю шаңт 2-го часа дґп в қатулыз тамау тfunding, как бытовое насилие и, конечно же, безопасность наших детей, безопасность школы, безопасность в городе. Всю подробную информацию нам дал наш гость Павлжан Садахпаев, заместитель начальника управления местной полицейской службы. Дорогие телезрители, огромное спасибо за участие в программе, за эту очень полезную, нужную на сегодняшний день информацию. Какие советы и пожелания от вас будут нашим синичанам в это утро? Хотелось бы пожелать по нашей теме, если взять, недопущение семейных конфликтов, так как в семье есть дети, которые могут повлиять негативно на подрастающее поколение наше. Попрошу наших граждан быть спокойными, не создавать конфликтные ситуации, жить в мире. Что касается безопасности наших учащихся, также хотелось бы сказать, что проводили разъяснительные беседы с детьми со своими, о недопущении правонарушений, каких-то противоправных действий, не контактировать с незнакомыми лицами. И всем удачи и счастья пожелать. Огромное вам спасибо, успехов в вашей работе. Спасибо. Дорогие телезрители, мы с вами не прощаемся. Сейчас к вашему вниманию традиционная рубрика «Интересно знать». Наша маленькая коллега Илария подготовила интервью с преподавателем по вокалу. Здравствуйте, меня зовут Илария Лупинская, и эта рубрика «Интересно знать». Как вы знаете, голос – основной инструмент для общения и связи с миром, и абсолютно каждый человек владеет голосом, из которого можно воспитать красивый вокальный тембр. Так ли это? Давайте узнаем. Сегодня у меня в гостях Айнура Жумаканова, преподаватель вокала «Целитель голоса». Здравствуйте. Легко ли научиться петь, и любой ли может это сделать? Ну, смотрите, в силу своего стажа и своей практики я могу сказать следующее, что научиться петь, конечно же, не так легко, но можно, и может ли научиться каждый, то да. Просто, скорее всего, по времени, то есть на каждого это индивидуально, и сколько понадобится времени, дабы научиться правильно пользоваться своим вокальным аппаратом, правильно интонировать, чтобы была максимально хорошая интонация, для этого, конечно, нужно определенное время. Сколько его понадобится – это для каждого индивидуально. Но в целом, да, научиться можно. А если нет слуха, например? Ну, если мы говорим о музыкальном слухе, то музыкальный слух можно всегда развить. Для этого есть определенные распевки, для этого есть специальная методика, по которой, конечно же, мы занимаемся, соответственно, после уже получаем то самое развитие, которое нам важно и нужно. Как заботиться о своем голосе и развивать его? Заботиться о своем голосе, ну, в первую очередь, это, в принципе, как и для нашего тела, для нашего организма, не перехлаждаться, стараться не заболевать, потому что даже нездоровый сон, неправильное питание, не совсем правильный, скажем так, образ жизни, он влияет на наши голосовые связки, на наш голос, да. Поэтому, соответственно, это здоровый сон, это правильное питание, это занятия спортом, это не перехлаждаться, всегда быть в сонуще и всегда быть в отличном настроении. Есть ли определенные диеты, что нужно пить или есть, а что категорически нельзя? Так, ну, что касаемо именно еды, то здесь, в первую очередь, есть такие моменты, как горячее, слишком холодное, слишком соленое, либо слишком сладкое, да, то есть все эти нюансы, они тоже дают о себе знать. Соответственно, уже из этого исходя, нужно понимать, что в питании есть какие-либо ограничения, но в особенности это наверняка касается тех, кто готовится к какому-либо конкурсу, выступлению, в такие моменты обязательно нужна четкая диета, да, то есть соблюдение всех этих правил. Конечно же, газированные напитки, их тоже нельзя пить, да, в особенности перед вокалом, да, занятиями. Кириешки, чипсы, то, что вот наши орешки, да, они на самом деле тоже влияют на нашу слизистую и на наши голосовые связки. Подскажите, как разбудить свой голос? Может, есть какие-то секреты или упражнения? Ну, наверное, это для каждого индивидуально. У каждого есть свои особенности, вот. Ну, например, я разогреваю свои связки, разговариваю шепотом, потому что вообще наш звук – это наше дыхание, сила звука, да, это за счет нашего дыхания, за счет нашей опоры. Соответственно, постепенно-постепенно усиливая наше звучание, да, поток воздуха, таким образом мы постепенно пробуждаем наши связки. Но еще есть такой нюанс, что когда мы просыпаемся, наше тело просыпается в первую очередь, и только спустя часа полтора-два просыпается наш голос. Как вы относитесь к современным певцам и вокалистам? У всех ли есть голос? Правильно ли они поют? Или это неважно? Так, ну, что касаемо… Здесь такой вопрос, на самом деле, двоякий, потому что это, опять-таки, вещи индивидуальные. Я не могу кого-то осуждать, да, правильно ли поет или неправильно, потому что даже манера пения или жанр, в котором ты исполняешь и поешь, это все индивидуально. Кому-то очень нравится свой стиль и своя манерность, кто-то этого не особо любит. Поэтому то, что вот сейчас поп-музыка, популярная музыка, есть, конечно, такие песни, которые в действительности мне заходят, меня цепляют, мне очень нравится. А есть, конечно, какие-то такие песни, которые, ну, не особо, но и на них есть свои любители. Как выработать свой вокальный стил? Стиль, ну, смотрите, что касаемо вокального стиля, для этого, наверное, нужно понимать, насколько ты можешь при своем стиле показать тембр голоса, потому что стиль, манера пения, да, она подбирается, опять-таки, индивидуально и для того, чтобы раскрыть себя полностью, то есть показать все свои вокальные умения, раскрасить, то есть окрас своего тембра, да, максимально, те же самые нотки, которые мы можем брать высоко и также низко. Все это индивидуально, поэтому для каждого манерность своя. Какой жанр самый сложный в исполнении джаз, народной песни, эстрада, опера и почему? Ну, я скажу честно, я преподаватель эстрадного вокала, да, что касаемо народников, джаза и всего прочего, я конкретно сказать не могу, поскольку джаз я сама лично не пробовала, я знаю вокальные определенные фишки джаза, но сказать о том, что вот какое-то из максимально сложное, ну, я в этом затрудняюсь ответить. Каждый из них, вот в каждом жанре, в каждом стиле есть свои трудности, то есть, опять-таки, да, это какой период и какое время нужно для наработки данных умений, это технические, да, это обязательно, конечно же, наше дыхание, да, то есть умение управлять и так далее. Поэтому здесь у каждого по-своему. А вы сами никогда не мечтали о большой сцене? Ну, я, наверное, в своем далеком детстве, когда-то, может быть, и мечтала, у меня было такое видение, да, большой сцены, выступления. Я помню, был такой момент, когда вот только-только начался X-Factor конкурс, да, это, я даже не припомню, сколько мне было тогда лет, но, наверное, я была подростком. И вот тогда, видя, как это круто и как классно по телевизору все проходит, то, конечно, да, мне бы хотелось тоже оказаться на большой сцене. Что касаемо данного момента, то, в первую очередь, для меня очень важная цена, чтобы мои воспитанники оказались на такой большой сцене, и у них все получилось именно так, как они этого захотят. Расскажите о ваших планах на будущее. Бешеные планы на будущее. Ну, на самом деле, что касаемо планов на будущее, если касаемо вокальной части, да, то есть моих занятий, моего роста, то, соответственно, конечно, хочется побывать на всех масштабных конкурсах, хочется показать, какие крутые и классные наши воспитанники. Хочется расти, недаром говорят, век живи, век учись. Я считаю себя профессионалом, но даже будучи профессионалом, я также вращиваю свои навыки больше и больше, обучаюсь, рассматриваю какие-либо методы определенные, да, потому что для каждого ученика все индивидуально, и, соответственно, это очень важно все подобрать, чтобы твой рост и рост твоих воспитанников не останавливался, поэтому, ну, вот, как-то так. Спасибо вам за интересную беседу, уважаемые зрители. С вами была рубрика «Интересно звать» и ее ведущая Илария Лубинская. Увидимся в следующих выпусках. 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 Спасибо вам большое. Увидимся в следующих выпусках. Увидимся в следующих выпусках.